всех приветствую мои родные любимые и сердце моего дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни сегодня ролик я посвящаю такому в свободном слове исследованию темы древних рукописей писаний неважно вообще исторических как бы можете применять но мы поговорим сегодня о тех древних рукописях свитках как угодно их там называют относящиеся к традиционному нам всем известному с вами корпусу под названием корпусу текстов по названием библии хотя сама библия слова и переводится как набор книг собрание книг библиотека поводом к записанию этого видео явилась случайно мне ну в ютубе порекомендованное мне там на главной странице я уж не помню видео на канал на который я не подписан но когда-то этот канал видео он сейчас очень сильно развился он не религиозный ну такой мировоззренческий на нем уже около 300 тысяч подписчиков и я на нем увидел такое видео сейчас вы увидите лишь это скриншот описание этого ролика то есть на ваших глазах есть название я естественно затер название канала объясняю почему потому что да кстати этот канал у меня есть так называемый серый канал где я выкладываю тоже вот эти всякие видео которые с авторскими правами но сегодня мы одного ролика коснемся это как раз мое видео подкаст я его даже конечно же не рисковал даже за закачивать на свои канал потому что на любой подкаст может пойти жалоба и твой канал может просто заблокировать и как раз на тот канал мой серый на который я заливал и свое вот это видео подкасты подкасты когда-то за кадром или вставляешь большие отрывки с других видео чем я там и занимался мы сегодня об этом вспомним и поговорим именно на один из роликов закачаны на этот канал была жалоба именно с этого канала поэтому хотя гром тогда еще был небольшим но не суть важно да вот и каналы мощь пока не удалили он всегда на грани но он такой чисто для меня я как бы соскладирую перед некоторые ролики перегружаю кто знает он мировоззрение называется я вам принципе сегодня туда отсылку дам к тому ролику которому о котором сейчас вкратце упомянул на котором еще скажу в будущем поэтому я в целях в тех же самых целях затер даже название там а 707 тысяч подписчиков сейчас не представляете это почти миллион и вот на таком канале выходит видео под названием вас опять обманули с восклицательным знаком вы видите да я выделил название свитки мертвого моря подделка на канале 1200 лайков 14 тысяч 14 тысяч просмотров но было это 21 марта сегодня 1 апреля я хотел сразу на горячую записать но пока были дела я не успел и конечно же ролик наберет наверняка очень много просмотров какое же описание у этого видео ну автор его здесь имя фамилия которая затер говорит фрагменты свитка свитков мертвого моря или кумранских рукописей хранившихся в вашингтонском музее библии оказались подделкой это выяснила независимая экспертиза история выдумана исторические артефакты сфабрикованы в 19 и 20 веках и он дает статьи я наверно еще не совсем четко сформулировал начальную свою мысль к ролику вот этот канал который ролик на котором я посмотрел я я так как не за всем конечно жизни слежу сейчас мы поговорим все по порядку о том скандале который был оказывается которым я просто был не в курсе потому что сейчас мало кого тоже смотрю мало на кого подписаны здесь не все новости мировые такого знаю масштабы и таких тем даже которые казалось бы мне близки и канал этот в принципе у человека я не буду говорить объяснил в каких целях его название из-за каких причин он оппозиционирует себя как альтернативная история кто знает там до круглые квадратные земли все подделки естественно таких каналах есть тоже истина люди ковыряются разоблачают действительно фейки подделки кто знает современные слова да вот эти очень модные ставшие фейки подделки псевдо но это старое слово псевдо послание еще кто знает как некоторые апокрифы именуют именно псевдо посланиями псевдо евангелиями там и вот псевдо истории псевдо событиями до ложными фейковыми сейчас американское слово непереводимое специально чтобы обозначать фейк-ньюс ложные новости до неправильные неверные заведомо извращенные так далее там смысл так разный насколько я понимаю и вот этот канал теперь давайте разбираться по порядку еще раз внимательно я думаю что когда вы его досмотрит до конца я надеюсь что вам сейчас интересно и будет интересно до конца еще раз разбираем по порядку я вам хотел просто вот что опять мысль так и не доформулировал я хочу показать сегодняшним роликом как формируются фейки ложные новости причем неважно в принципе на самом деле действительно человек умышленно это делает или неумышленно в силу своего недалекости может быть такое может быть просто недоосведомленности может быть необразованность и невежество хотя это близкие слова данные так употребляю чтобы набросать просто небольшую палитру человека самого могли обмануть его мог даже обмануть источник которому он свою очередь доверял до плюс у меня уже были видео на канале кто меня давно смотрит интересуется истинной жизнью смыслом всеми вот этими вещами я уже говорил что в принципе на истину именно знания вот фактических вещей не действительно вот я сам говорю ассоциирую себя как проповедник истины я утверждаю что я знаю истину что я как проповедник истины подразумевая под истиной бога а что такое бог кто такой бог бог есть любовь бог есть сущность бог есть личность я проповедую бог есть бессмертие бог есть свобода поэтому человек бессмертен вся природа бытия бессмертно и она свободна избирать между добром и зло между счастьем и несчастьем она невозможна без любви ко всему божьему творению и получение этой любви от всего божьего творения вот эта истина она проста понятно и она очевидна каждому и она не требует доказательств это то что есть кто знает слово истина по сути имеет теме логически такой смысл если поставить тире это то что есть если как есть такое слово церковная до больше древние есть вот есть вы же ведь что я вот есть это очевидно это истина я есть но сейчас это панда есть она есть просто вы ее видите я ее видите ее можно пощупать да она есть а вот когда я говорю ну как знаете есть конечно кто-то пытается подразделить чтобы тавтологии не было договориться о понятиях в разные слова вкладывать естественно разные определения чтобы хоть как-то оперируйте потому что порой многие недопонимания ругань и стычки ссоры выяснению людей именно просто из-за изначального недоговоренности об определении каких-то понятий да есть такое выражение думаю все вы слышали прав много истина 1 можно и так сказать но человек может употребить слово и истина вот там в названии своего видео в описании там в своей фразе в своей статье в своем видео до в ролике и вот как хотите либо давайте тогда я просто договорюсь вот все что касается каких-то исторических фактов вот что было десять лет назад в городе воронеже где сейчас живу в таком-то доме в таком-то подъезде но можно гадать на кофейной гуще с достоверностью никто меня убедить в этом не сможет никто не может сказать что то что там было это истина он как но я вот знаю это моя правда да я вот слышал там было то 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 как он не может доказать я могу вернуться в прошлом я вот эту панду и вы я сейчас вижу эту панду и вы при желании если вы находитесь рядом можете убедиться что она существует вы можете меня попросить ее взять в руки вы поймете что она настоящая но не живо на настоящий игрушка да она есть вы увидите если бы это была живая или игрушка звуковая игру вы попросили меня там ее взять как игрушки там до наклоняют чтобы она наклонилась я помню меня такая была в детстве до девочку мальчиков ты понимаешь она есть она существует она вот материальная мог потрогать вы ее видите я ее вижу все это истина это истина что это панда есть она существует она самое что ни на есть настоящая да все остальное я этого не вижу я слышу этот какого-то человека я сам не слышал мне рассказывал что в этом подъезде кто-то кричал 10 лет назад евро я не слышу ответ слышу что ты говоришь что-то кто-то кричал это лишь твоя правда то что бог есть любовь каждый знает потому что счастлив человека бог есть блаженство и счастье только когда он любит и любим это любовь проявляется в разного рода добрых дел друг другу да мы гладим друг друга целуем говорим теплые слова дарим подарки улыбаемся трогаем веселимся играем все это дела любви поэтому истина она понятна простая очевидно я надеюсь вы поняли как формируются фейки на самом деле все такое фейк это чат высказание на самом деле ничего под собой не имеющего а если имеющего даже вот он это был может быть очевидцем и свидетелем все что он может вам сказать и претендовать на то что он это видел он это считает истиной правды давайте так буду говорить да ну он может все это ты хочет взять это истинно но это по сути просто его правда потому что объективно помните я тоже не раз управляю такие объективные необъективные аргументы объективно это значит каждого вот опять объективно что панда есть до каждый а субъективно субъект я один это когда мое лишь мнение поэтому даже если он видел правду и говорит вам правда но это лишь его субъективная передача правды я остаюсь свободен поверить этому человеку или нет и вот человек в этом видео рассказывает о том что я буду своим словам пересказывать о том что кто знает вообще давайте я тогда предисловие скажу вообще весь корпус библии современный который у всех христиан там неважно даже атеистов имеющих на руках и и которые изучают может быть исследуют почитывают или как трофей какой-то хранят то весь современный корпус библейских текстов у канонически возьмем корпус библейских текстов неважно кто им пользуется ну неважно какого перевода библии всем известное слово и неважно уже в современном мире это бумажный или электронный вариант в идеале они должны совпадать весь этот набор текстов кто знает и вот к чему мы сейчас подходим к этим древним свиткам все что максимум раскидано по музеям всего мира в разных странах и разных городах все датируется я округлю потому что те несколько свитков датируемых там якобы опять вторым третьим и четвертым веком их совсем немного основная львиная масса свитков древних свитков казалось бы ну древних документов прям что вот как вот это вот панда это прям самый настоящий древний документ то есть ты пробуешь бумажку на ней ты видишь все это объективно эти свитки существуют их каждый может съездить посмотреть в музей сейчас ну ты можешь конечно не доверять видео может там кто-то тебе 3d монтаж сделал вот ну ты можешь сейчас есть интерактивный музей то есть ты можешь все это ведь эти свитки реально существуют и все они основную основная масса львиная доля вот этих текстов и ветхого и нового завета ну назовем это все библия она так и называется в общем то весь этот корпус да они датируются от пятого века что такое пятого века надеюсь не надо объяснять от пятого века значит от 400 года я очень грубо некоторые вещи округляю не вдаюсь из подробностей специально пишу такой ролик свободном формате позже дам вам отсылку я записал более конечно конкретный ролик именно по свиткам на другом своем канале на канале библии чтение писатель кто-то уже посмотрел поэтому мой интересный дом и этот слушать смотреть вот все эти свитки такой имеет датировку то есть на самом деле кто утверждает что библия это неискаженное слово божье у нее нет никаких оснований так говорить во первых саму библию даже те тексты которые в оригинале когда-то писали списали с ней богом он не спослан и он не не спослан как и якобы коран спослан там хотя он тоже не не спослан с небес богом бог сам его не писал сам иисус всем прекрасно знаем даже из этих писаний которые до нас дошли человеками написанных перри переписанных переведенных и перетолкованных даже оттуда мы знаем что сам иисус а это бог явишься во плоти что я сам исповедую ни одной буквы не написал ну там кто знает только на песке однажды он что-то там пальцем писал все все что осталось после богоявления на землю это достаточно сильный аргумент да чтобы утверждать мой допустим аргумент чтобы утверждать таким как как который со мной не согласны что успокойтесь библию никаким словом божиим называть ни в коем случае нельзя это отвратительное омерзительное определение библии потому что библия это набор писаний это ее прямой перевод того слова которым оно и названо это набор писаний человеческих это никакие у нее слова божье слово изреченное человеком вот уже его слово в нем может быть дух божий истина человек может изрекать может а может и нет все тексты кто читал тем более и кто знаком с библией действительно знаком близко кто прекрасно понимает их особенно кто со мной и уже на канале прочитал я думаю что этих людей больше никогда в жизни не поворачивается язык библию называть словом божиим потому что там такие вещи написаны которые от бога также далеки как земля от неба по поводу этих свитков а то я распыляюсь возвращаемся к ним до свитки есть есть несколько разных корпусов почти вся библия в том канонистик вариант который мы имеем она как бы вот имеется в свитках все эти свитки разными частями разными блоками находится в разных музеях как я уже сказал разных стран разных городов разных стран мира все они датируются от пятого века у нас даже то есть нету никаких оригинальных текстов библейских рукописей нет у нас нет первый экземпляр евангелия от матфея у нас нет первый экземпляр евангелия от марка у нас нет первый экземпляр ни одного из посланий низ и одного из апостолов уж тем более и какая речь вы думаю прекрасно понимаете может идти описаниях ветхого завета у нас как вы можете догадаться уж тем более нету ни одной рукописи книги бытие второзакония моисеева исхода чисел хоть одной из книг царств хоть одной из книг псалтырь потому что что мы сейчас имеем псалопсалтырь 150 псалма кто знает прекрасно что это сборник как минимум из четырех книг мы этих вещей ними мы не имеем ни одной рукописи древних ветхозаветных пророков я в этом ролике конечно расхожусь достаточно сильно постараюсь все контролировать по времени но меньше часа я не пишу ролики поэтому меня еще есть я на канале стали библии как вам уже озвучил записал тоже перед этим роликом специально видео вот как стать после просмотра практически того видео на том канале о котором сегодня негласно говорю не называя его имени ролик называется библии и свитки древности я вам рекомендую его просмотреть либо этот ролик сейчас выключите или поставить на паузу и посмотреть либо в принципе можете сделать это и потом ну как у как вам захочется ссылки на этот ролик если я не забуду напомнить мне в комментарии я добавлю или в описании под роликом и в описании и в первом закрепленном комментарии и там в подсказке если не забуду напомните мне вот там я подробно о всем этом рассказываю какие свитки как они я сегодня конечно тоже немножечко вам так чтобы за травочку кто-то тот канал не смотрит но надеюсь после этого видео то видео хотя бы появится желание посмотреть вот да есть у нас корпус этих этих свитков я второе что я сам сейчас я да казалось бы я вот так скажем негласно да не называем название этого канала я буду так скажем разоблачать этот видео и показывать как вот люди фейк делают да ну или как искажают или как подают все не выскаженном варианте но при этом сначала ведь я такую почву готовлю такие мысли вам высказываю что конечно же эти рукописи которые даже от пятого века существуют в мире во первых то что они опять же от пятого века первых действительно сам я их вообще на самом деле я хоть и сказал пожалуйста они вон доступны там поехал да посмотрел кто из нас можете позволить поехать и посмотреть какую-то рукопись 99 процентов себе этого позволить не могут кто из нас объективно может согласиться признать тот факт что они пятого века но любая там 5 что 7 пошло пошло там они от от пятого кто мне кто-то бабушка сказала да что они от какой-то там молекулярный анализ кто-то придумал на основе того какого-то придуманного молекулярного анализа в котором я лично ничего не соображаю не в химии не в там в электронике не в том как он вообще как они сами горит сложно технологически проводится я насколько могу доверять скажите мне пожалуйста этому молекулярному анализу то есть доверять и проверять что проверить нужны знания нужно быть опытным специалистам чтобы кого-то проверять учитель проверяет ученика и делает ему ошибки на полях да мы по помните мы в школе учились мастер проверяет ученика вы как можете проверить правдивость этой всей информации никак это не объективная информация конечно же даже то что я вам сегодня говорю как вы видите я казалось бы буду стоять а полаги с одной стороны защитником этих свитков относительно того видео но при этом я вам говорю тоже ту правду которую я знаю и который вы объективно вы может быть не познаете все этой правды но объективно вы не имеете права вам докажу утверждать обратно что это правда или неправда никто не может утверждать ни того ни другого вы посмотрите просто как я его называются ролики если бы посмотрели тот ролик в личку кто мне захочет напишет я дам ссылку на то видео если я сам его найду уже я его я на этот канал даже не подписаны не стал подписываться посмотрел просто и все кто из вас может объективность к доказать что правда кто может меня убедить в этом молекулярном анализе я могу лишь поверить все да да я тебе верю что ты что ты учился хорошо что ты вы все правильно делаете все что вы разработали придумали это соответствует истине ведь на самом деле я не как проверить даже даже если я по цепочке научусь все чему научился тот человек который проводил от молекулярный анализ как я могу быть уверенным что то что они придумали что вот этот спектр его там темное отражение показывает настолько устаревание там этого пергамента или неважно папируса там разные на разных находятся на чем-то или чуть ли не на табличках насколько я могу верить вашей теории и доказательством вот этим вообще даже пусть я все пойму почему я должен быть убежден что ваши в теории в этой не заложена ошибка практику вы все правильно я опознал теорию пара прошел путь практики как вы познавали тогда я сказал вы по вы по задачке все правильно сделали откуда я знаю что ваш аксиомы правильные то есть изначальное утверждение что если а кто знает аксиомы кто меня давно слушает тут немножко понимает немножко может немножко понимает мой язык кто нет вам придется конечно все слова которые вы от меня слышите незнакомые гуглить википедии и узнавать что это за слова есть аксиомы это не доказаемые недоказуемые утверждения на них на них строится задачки то есть какое-то дано какая-то какой-то вопрос и ты за счет аксиомы недоказуемые вещи утверждения доказываешь теорему или решаешь задачки вот то что в этом спектральном машине там в этой в табличке в которую в машину там глазок в микроскоп они смотрят видят другой цвет сравнивать с их непридуманной табличкой акси аксиомной табличкой это лишь все я только в это верю что их не аксиомы действительно бог им открыл они правильно все делают что там разность цветов палитры от желтенького до темно-коричневого это действительно и каждый там полутон говорит о каждом столетии как устаревал этот папирус я могу только поверить объективно не они не он никто не может мне только бог может меня в 4 век поместить к этому а точнее должен знаете за этот папирус схватиться чтобы увидеться что тот самый и пролететь в прошлое с ним прямо к столу этого монаха который писал вот тогда наверх как говорят тебе что надо на лбу почесать чтобы ты поверил в это вот да надо вот так вот только так я могу это в оконцовке когда мне бог это откроет и я слетаю в прошлое со свитком в руках к этому монаху в пещеру я другим другим останется мне только верить как иисус сказал о своем воскресении он их-то убеждал они друг другу не верили но он сказал что остальным все равно придется верить потому что объективно доказать воскресение иисуса никто не может никто все мы только вере здесь тоже самое ты со всеми этими свитками принципе существование то что вообще лежит в каком-то музее я только верю то что он от четвертого века я только верю я уж молчу про то что эти все свитки а точнее не молчу а говорю что как я уже сказал все эти свитки даже если вот вы все эти вещи я верю и даже при ну верю как принимаю как истину то в оконцовке кто мне скажет что все что написано в четвертый в свитке четвертого века не переписаны такими уродливыми сектами как православие католицизм и протестантизм которые суть одно и хоть в древности как все мне скажут а там была одна ортодоксия это они просто сейчас разделились вот и все это один корень один ствол кто мне докажет и обратите внимание на случайную закономерность что весь основной корпус неважно что он там найдены они называются основной корпус там мертвого списки мертвого моря кумранские кумранских пещерах найдены кумранские так называемый корпус ну это понять что он там найден а он откуда оказался если кто знает что в теории как раз очень совпадает с утверждением очень цифры похоже с тем поместным как называемым почему-то никому не понятно что именно поместный собор утвердил вот этот канон так скажем библии который мы сейчас имеем что очень совпадает что весь основной корпус датируется как раз годом когда уже утверждала ортодоксальная секта это не христия ортодоксия не христианство утверждал этот корпус кем написаны как написаны никто не знает что там подлатали что там подписали что переписали вот вам пожалуйста при всем что я говорю сам я хочу оговориться может кто-то впервые на тролль упадет сам я христианин я верю в то что до меня как и до всех кто хочет доходит истина это что это истина которую есть бог который есть бессмертие любовь и свобода и реально воплощался на земле ибо он от начала был во плоти всегда и лишь явно нам этим глазам открылся и реально творил людям добрые дела явив кто он есть на самом деле его реально за эти добрые дела и проповедь этой истины в любви которая в любви свободе бессмертия его убили он умер папа это внешний плоти хотя он всегда жив потому что я вообще не может сознание его умереть а мы образ и подобие бога значит бог не мог да и это же тело обратно он принял на себя и вознес на небеса оставив нам свободу даже проповеди этой истины вот в это я верю и это дошло до каждого а вот в тот корпус библии который многие боготворят в которых куча извращений искажение за целенаправленной специальные лжи подмены и фейков действительно будем говорить еще современным языком я не верю и не принимаю и такой но при этом я христианин человек который выпустил видео на своем канале я там глубоко и вот опять же вы должны меня проверить я могу ошибиться но знаю так немножко этот канал когда-то я там пару так посматривал его еще давно года три четыре назад вот я совсем мало знакомка с автором но понятно по роликам достаточно зайти на канал все там связано с политикой даст псевдо истории то есть ну такой знаете мировоззренческий культурный канал да вот и там по по названием роликам понятно шаг и против христианства и так далее как он выражается то этот человек по поводу свитков я мацилку дал более подробно вы еще сможете узнать посмотрев тот ролики теперь смотрим еще раз как человек автор этого видео на своем канале выставляет свое мировоззрение да как он устроит свитки мертвого моря подделка ну прекрасно знаете уже я думаю кто не все немаленькие уже сколько действительно цифровой мир существует вот он употребил слову свитки мертвого моря во множественном числе но в ролике он естественно не скажет что это и же не все свитки не весь тот корпус как я вам сказал огромный корпус всей библии не в одном экземпляре так скажем даже частично найдены да пусть вот и это я вам 2 я вам конечно поговорил вот именно а с другой стороны давай теперь вот за аксиому примем что ну плю пусть это действительно настоящие свитки 5 века существующие где-то да по которым вот и сейчас и переводы последние делались то же самое новый русский перевод особо сверялся да он с этими свитками потому что они уже имелись кто знает новый русский перевод международным библейским обществом сделан относительно совсем недавно уже при найденных этих рукописях да даже вот именно под предположим что это правда но человек то пишет что все эти свитки подделка еще раз читаем его описание фрагменты свитков мертвого моря или кувранских руписях хранившиеся в вашингтонском музее библии оказались подделкой это выяснил независимая экспертиза так здесь уже в описании то есть ну вы понимаете название нужно сделать кричащие в принципе я как блогер вы сами понимаете надо тоже как разным трюкам таким прибегаю ну тут мы вынуждены это делать это же вот хотя не знаю как я просто надо пытаюсь такое я больше даже вы кто мои название читала роликов я могу назвать и кто знает что я в это не верю до игры христос не воскрес хотя я верю что христос воскрес да и обычно на этот ролик и для не удивить название только для тех кто меня знает знает что я верую в это да но почему-то ролик так называю них заду пока просто вопрос почему я верую в это называю ролик там до в ролике я пытаюсь там некоторую тему раскрыть то есть это не то что ложь я же сам в это верю, да? Ну, как это правильно? Хотя смысл я глубокий хотел там показать именно это. Помните тот ролик? Я вот, по крайней мере, сейчас в частности, некоторый ролик, один из роликов своих вспоминаю, да? А в ролике я и показывал, что во времена апостола Павла в его же церкви, которую он насадил в Каринфе, уже находились не просто причем маленькие какие-то люди, члены церкви, а именно учителя, которые уже проповедовали, что Христос не воскресал, вообще никакого воскресения нет. И вообще христианство не о бессмертии и не об этом, и это вообще не истина. Вот я что в том ролике показывал, да? Ну, да я, в принципе, даже сейчас, поэтому я претензии как таковых к названию просто говорю вам. Мы дальше всегда должны глубже смотреть, я к этому и призываю. Здесь мы уже видим, что автор пишет фрагменты свитков Мертвого моря, то есть не все. Смотрите, да, как название. Свитки Мертвого моря, хотя здесь слова как бы все вроде тоже нету, но свитки в множественном числе. Здесь же в описании автор добавляет, что это всего лишь фрагменты свитков Мертвого моря, то есть это не все свитки. И кумранских рукописей хранившиеся в конкретном музее, в Вашингтонском музее Библии, оказались подделкой. Очень кратко вам говорю о музее Библии. Вот как раз на том канале, о котором я говорил, Мировоззрение, которое у меня есть для всяких таких серых видео, которые не мне принадлежат, либо вот у меня есть пару видео с моими подкастами, хотя это не мой формат, я их такого формата не пишу, но все-таки они есть. Тоже ссылку я, если не забуду, если забуду, напомните мне, в комментариях прикреплю и в описании, постараюсь добавить и в прикрепленный комментарий, в закрепленный первый, и в подсказку наверху. Я об этом музее записал. Это музей Антихриста. Потому что этот музей в Вашингтоне построили типа музей Библии, ни разу не упомянув, и никакого экспонанта, ничего там, ни уголка Новому Завету не посвятили. Сегодня я тоже об этом больше... Поэтому к музею у меня, опять же, к этому отношению известно, какой я его не то, что защищать. И кто посмотрит мой вот этот разгромный ролик, 50 минут у меня там пена изо рта шла, я вообще не мог слушать. Я делал подкаст на новостной, 7-минутный сюжет, но у меня он, естественно, превратился в 50 минут, и я не мог найти. Причем записывал я его через неделю, как успокоились немножко мои эмоции. Я прекрасно понимаю, что этот музей не Библии, и не Христа, так скажем, потому что в теории Библия должна приводить, как сам Иисус сказал, Писания должны к Нему, к истине, к любви приводить, к радости. То они приводят к абсолютно обратной вещи. Это музей Антихриста. И это вот лишний скандал, который на день записи моего сегодняшнего видео, на 1 апреля 2020 года, 2020 года, просто вот недавно такая новость появилась, да, опять негативная. И как выясняется, про этот музей уже столько нехорошего, да, уже помимо того, что я вообще с духовной планы все это рассматривал, кому интересно, пожалуйста, это видео посмотрите. На этом все. Возвращаемся к нашему описанию. Дальше автор пишет. Это выяснил независимый экспертиз. Здесь он абсолютно прав и сказал абсолютную, ну, правду, да. Истинный, неистинный, вы выберете чуть попозже, сами для себя решите. Ну, я со своей стороны говорю, что да, он сказал правду. Это выяснил независимый экспертиз. Ну, опять, вот именно, как истина. Это мы думаем, что она была независимой. И нам хочется, и я принимаю, что она была независимой, но только потому, что она действительно признала эти свитки подделкой. Хотя, в принципе, мне вообще без разницы, подделка она бы их признала или нет. Как я вам уже сказал, что если бы она признала бы их не подделкой, мое мировоззрение по поводу вообще свитков в Библии, да, оно у меня понятно. Я вам попытался в этом ролике сегодня его озвучить, да. Что даже от того, что докажет, что свитки пятого века настоящие, то все, что в них написано, это не говорит, что описывает там истину. За пять веков и с ними чего только уже не вертели, не крутили, тем более самая основная ортодоксальная церковь, которая является вавилонской блудницей, противницей Христа. Это ортодоксия. И уж когда она сказала, тем более, что это подделка, да. Но я как раз вот с этим сегодня, то, что оказалось подделкой там с десяток рукописей, купленной этим, да, нечистоплотным Вашингтонским музеем Библии, как они себя позиционируют, каким, в общем-то, являются, только являются музеем Антихриста на самом деле, то я как раз буду сегодня на стороне того, что, да, подделка, десяток рукописей, не говорит о подделке всех рукописей. Но вот какой делает вывод автор? История выдумана. То есть мы с вами почитали, он свои мысли накидал. Это, по сути, просто факты. Не мысли даже, а факты. Он накидал фрагменты свитков Мертвого моря или кумранских рукописей хранившихся в Вашингтонском музее Библии оказались подделки. Это факт. Это выяснено зависимой экспертизой. Ну, по крайней мере, факт, насколько мы его принимаем. А дальше автор делает уже вообще сугубо свой вывод. Сугубо. Особо субъективный вывод. Сугубо субъективный вывод. История выдумана. Исторические артефакты сфабрикованы в девятнадцатом и двадцатых веках. Это чистой воды. Что? Я еще раз скажу. Сугубо, то есть особо, субъективное, то есть личное мнение автора. Это не истина. Не вся история выдумана. Не вся история подделана. Основные и крупные события. Вторая мировая была. Все знают, что была. Как она была. Когда начнешь ковыряться в мелких событиях, конечно, там ложь на ложью и ложью погоняют. Не зря до сих пор во всех странах все почти документация. Все заархивировано. Уж не говоря, что они далеко не все документировали. Кто что вытворял, какие подлости, какие гадости и так далее. И даже то, что задокументировано, почему-то скрывается от человечества. Потому что вы делали такое, что даже там, где нет волос, и у кого нет, они встанут даже у мертвых на тех местах, на которых их нет. Вот так вот. Вот я вам хочу... Вот как формируется фейк. Вот как формируется мировоззрение. То есть автор на основе того, что независимая экспертиза показала подделку десятка так называемых рукописей вот этих древних библейских текстов. Потому что люди деньги на всем зарабатывают. И во всех сферах. И в сфере антиквариата и вот этого... Ну, кто знает вот это вот сфера. Там деньги огромные как раз. Потому что на подделках огромные деньги делают. И подделывают не только древние рукописи. Подделывают даже не с целью никакой истории. А что? Деньги. Деньги, деньги, дребеденьги. Больше людей ничего не интересует. Ему без разницы, что он в чем крутится. Куда попал, в какую струю. Каким талантом обладает. В какую ОПГ... Куда там он попал. В какую-нибудь группировку. Тем он и занимается. Он и картины подделывает. Что, картины каких-то великих художников несут порой глубокий какой-то духовный смысл? Да никакого. Скажите мне, пожалуйста, живопись какой духовный смысл несет? Картины подделывают. Подделывают, продают, продают миллион... Ну, картины стоящие миллионы долларов с живописи. Айвазовский тоже самое. Скажите мне, пожалуйста, он духовную нагрузку какую несет? Причем подделывают так, что от копии вот именно единицы людей на планете, как говорит, могут отличить. Так скажите мне, пожалуйста, подделка моря Айвазовского, которую я не могу от оригинала отличить, она мне духовно как повредит? Мало того, что она духовного смысла в принципе в себе не несет, но даже если я буду в нее пристально вглядываться, какие там красивые волны, какой красивый закат, если я вот именно ее чисто какими-то техническими, историческими, там куча, кто знает, средства анализа, и вот он применил этот исследователь один на всю планету, да, и доказал оригинальность и подделка другой рук этой картины, что мне дало, если для меня, она для обывателя как две капли воды похожа на оригинал, эта подделка. Здесь то же самое. Справедливости ради, естественно, я с вами честен и откровенен. То есть мы видим с вами дальше, автор дает все три ссылки. Он дает на статью в журнале National Geographic. Это скандал был, я вот, я говорю, благодаря чисто этому каналу узнал, что этот Вашингтонский музей Библии в очередной раз просто вляпался. Он дает ссылку на этот Вашингтонский музей Библии, ну, соответственно, на этой странице, где об этом скандале говорится, и на саму эту компанию Art Fraute Insights, которая и проводила экспертизу. Я сначала думал, как видите, я так свободно и наговорил, думал, что буду вам эти статьи зачитывать, ничего не буду, мы уже 40 минут с вами, я разговариваю, да, этого хватит. Я, естественно, они все на английском, я перевел автоматическим Google-переводчиком, прочитал эту всю статью, все тут посмотрел, есть и видео с, опять же, этими, ну, на Ютубе, с субтитрами, с русскими, я все посмотрел. Вот сайт, пожалуйста, этого непотребного музея, который я терпеть не могу. Страничка, да, самой этой лаборатории, она известная, да, ее там, так скажем, руководительница известная, да, вроде как, независимая. Да, все вот как он, что автор, в принципе, видео говорил, тут я не спорю, о том, что выясняется, что этот музей Библии приобрел вот там, я уж, я говорю, я еще, видите, ролик посмотрел практически уже, получается, больше 10 дней назад, я уже не совсем помню, да, и все эти статьи прочитал, со всей информацией познакомился, как видите, я углубился, если бы это действительно, я думал весь корпус, и я просто вот вам показываю свой путь, да, у меня есть время, у меня было желание, может быть, не у всех это есть, но тогда и верите другим, знаете, хотя, ладно, вы там во что-то верите, зачастую люди сами не разобрались, и другим лопухню, втюхивают, причем, я говорю, с поднятым пальцем к небу, что вот я говорю тебе истинность, ты хотя бы говоришь, я услышал, сорока на хвосте принесла, да, мы можем так общаться, мы не можем все в жизни проверить, я сам такой, я сам что-то слышу, я сам много потребляю на темы, особенно мне тоже не особо интересно, очень поверхностную, зачастую информацию, где что там произошло в мире и так далее, но я говорю, тогда надо и выражаться, да, соответственно, сорока на хвосте принесла, я слышал, я читал, ну, я видел там ролик, ну, да, говорил там Вася блогер, или Вася друг мой, что тут такое слыхал, правда нет, не знаю, здесь то же самое, то есть, автор на основе, и я вам, ну, кратко, да, расскажу, то есть, этот музей Библии, естественно, там же музей Библии, сами понимаете, там полно этих тоже всяких и свитков, что только нету, некоторые вещи не скрывают, что это копии, что просто были в музее, чтобы люди могли посмотреть, куча всего, там это же музей, там не только, конечно, все, что касается Библии, там и всякие чашки, горшки, как всегда привезенные с Израиля, что там только нету, ну, одним из достоянием этого музея, было недавно куплены, вот там, несколько свитков этих десяток, там сколько, 15-30, я уж не помню, неких рукописей, вроде как оттуда, где-то там опять залежавшиеся, куда-то в какие-то руки попавшиеся, всю историю, я сейчас не буду, свитков рассказывать, я вам специально дал отсылку на ролик, где я, что вот у меня ролики подватятся, что хоть как-то их разбить получается, я тут отдельно по свиткам, здесь уже другую тему я преследую, сегодня не столько о свитках поговорить, не о древних рук, и сколько о том, как во что верить опять, про историю, такие я ролики же пускаю, где правда, где истина, вот каким фактом верить, как вообще мировоззрение, как информацию фильтровать, подавать тоже, что очень важно, такую цель я сегодня преследую, и вот этот музей, там естественно за миллионы долларов покупает эти свитки, и вот многие какие-то там исследователи уже не раз заподозривали, что кто-то ходит, наблюдает, видимо там чуть ли не вооруженным взглядом профессионалам было видно, и видимо из-за каких-то там нареканий, скандалов, тыканий, музей все-таки решается на публичную, вот эту независимую экспертизу, обратившись в такой вот независимый исследовательский институт, естественно они все это еще и проплачивают, но при этом обещают не влазить, не влиять на ход событий, на выводы и так далее, ну судя по тому, что выводы для них оказались неутешительными, то видимо они свои, так скажем, обещания сдержали, да, и возможно, что действительно их, они сами явились, хоть они сами, как я говорю, непотребная организация вся этой Библии, музей этой Библии, но при этом и их в свою очередь также киданули и накололи, да, то есть им продали фуфло, продали им обычные, вообще вот подделанные буквально, не какие-то древние подделки, а вот взяли, все, что у них настоящее, это сам свиток, это раскатанный тапок, оба все делали тоже из кожи, там зверей, какой-то старый тапок там же найденный, где-то там в Израиле, его просто их раскатали, растянули, там разгладили, и уже на них современными чернилами, можно сказать, все это написали, и втюхали, естественно, вот за миллион долларов, вот такой вот развернулся скандал, на чем посвящен все ему ролик, в принципе, я думал, что я буду долго говорить, я с одной стороны, я уже и заканчиваю, я говорю, по самим свиткам, я вам много, так сказать, предисловий сказал, все ссылки, так как я говорю, я читать вам все это не буду, все ссылки на эти вещи, я говорю, ну кто в личку, пишите, я даже не хочу на этого человека, на канал, давай, если я сам его найду, я ролик это закрыл, потому что я иду, все куда-то жалуются, все так переживают за свои авторские права, то ресурсы, что ты там, вот, ну вы сами можете в ютубе набрать свитки, вон название ролика, который я перерекламировал, и вы найдете его 100% на ютубе, и тогда все там, и сами посмотрите, там ролик минут 8-10, я думаю, что за это мне автор не должен ничего сделать, только спасибо сказать, вот, маленький трафик на его канал привел, так что, вот, вы можете посмотреть, название-то я вам в принципе показал, да, какие выводы мы отсюда делаем, ну и что, что подделали, во-первых, тут, тут, тут выводы надо и разные сделать, и хорошие, и плохие, эти подделали, ну и что, все остальные свитки остались нетронутыми, так скажем, и над ними уж не раз сколько экспертиз проводили, и вот, по крайней мере, их считают, вот там, свитками, вот тех там веков, там, там они все разные, там, конечно, и разные датировки, хотя там, помните, как я говорил, там целыми кусками нашли, целыми пачками, да, то есть они одного времени, там, целыми книгами, да, вот, так, евангелие от Анна, там, евангелие от Матфея, но это все, вот, максимум, пятый век, я там не беру пару рук, подписи второго, третьего века, четвертого, да, все в основном, пятый, от пятого века начинается, а кто говорил, что те не были в свое время, в современности подделками, кто этим вопросом глубоко занимался, тот меня знает, о чем я говорю, раньше подделывали, не то, что меньше, а побольше, сейчасшнего, потому что раньше, как раз, вот, именно не было таких возможностей, все это, вот, именно заказывать экспертизы, миллионные, и подделывали, как раз, на каком уровне-то, на самом низком, не для того, чтобы в какие-то музеи за миллионы долларов продать, а просто, вот так, переписывали похабно, что-то писали и продавали, что, почему, кто знает, называют в библейском, ну, вообще, к историческим книгам применимое, есть такое слово, псевдо-послание, это когда, наоборот, автор прикрывался именем, ему не нужна была личная слава, ему лишь бы ложь, или истину даже втюхать, под чьим-то благородным именем, поэтому он писал сам, но подписывался апостол Павел, написал, это вообще дядя Вася, но люди, которые, опять же, нашли это, читают и думают, слушай, написано, я вот, шел человек, в лесу нашел письмо, открывает, написано такое, похоже, слушай, религиозная тема, христианская, читаю, как будто один христианин другому пишет, написано, и подписано, возлюбленный, возлюбленным, с любовью апостол Павел, слушай, ну подписано, ну я читаю, как-то я вот читал письма, я знаю, апостол Павел у меня в соседнем подъезде живет, я с ним общаюсь, но он такой не мог, у меня совсем другое в личном говорил, да, вот те люди, которые, вот как я сейчас так рассуждаю, ну естественно, какие-то там высокие люди, они называют такое послание, псевдо посланием апостола Павла, хотя в принципе, это тоже лишь их частное мнение, там есть объективно, такие слова, это не подпись даже апостола Павла, а лишь слова, мы думаем, может быть это подписью апостола Павла или нет, или кто-то подписался, под апостолом Павлом, как говорят, с любовью апостол Павел, но писал ли это Павел своей рукой, ну или, кто знает, даже многие вроде как, вот именно стоящие его послания, он писал не сам, а естественно писал писец, кто-то друг, кто угодно, с его слов просто, да, он начитывал, можем мы из таких, да, вот я говорю, выводов делаем, нет, во все надо вникать, можем ли мы сказать, что вот из-за того, что 10 свитков действительно втюхали, потому что, а подделка, вот это мошенничество идет во всех сферах нашей жизни, искусство от этого не то, что не защищено, так как там такие деньги ворочаются, если бы это все не было бы за деньги, вы знаете, проблема в жизни всегда одна, все беды, как Павел писал, все беды от сибролюбия, все в культ возвели, все потом охраняют, поэтому все это подделывается, вот этого бы ничего не стоило, фетиш бы не создавали по всему этому, по всей этой материи, и все было бы хорошо, так что вот так вот, в принципе, наверное, вот это все, что я вам хотел сказать, поделиться, призвать вас к чему хотел в конце видео, не ведитесь на все подряд, проверяйте все, вот вы посмотрели ролик этого человека, ведь я сам смотрю, он же говорит общими фразами, фразами, да, вот в музее Библии провели экспертизу, все свитки, но он, правда, уже в ролике чуть упоминает, по-моему, что да, именно не все, а вот все, что у них было, да, они все свои свитки, которые покупали, Мертвого моря, вот этого, так называемого, Кумранские рукописи, или Мертвого моря, они их отдали на экспертизу, потому что на них было вот это вот подозрение, они даже не все, что у них есть вообще, конечно же, в этом музее, да, вот именно поэтому, то есть надо вникать, дальше ты переходишь на, вот я перешел по всем этим ссылкам, посмотрел все эти статьи, все эти исследования, да, там авторы, сами эти эксперты, некоторые из них чувствуют, что христианин, да, потому что, христианин сразу почувствует, что он ассирует себе, говорит, Евангелием, словами, с почтением, и так далее, да, ты это чувствуешь, ты это видишь, да, а этот человек, нет, и ты отсюда, я говорю, должен какие-то выводы сделать, к этой информации, потому что я вот даже, я вам то, что сегодня говорил, на самом деле, я и доказать обратного не могу, я не могу сказать, что все это ложь, да, я не могу, я как другим говорю, не надо меня убеждать, что все это истина, вы никогда мне объективно не докажете, а уж тем более, вот современная Библия, даже я за такой, вот какой я, доковыриваюсь и знаю, что вроде как есть, что есть там рукописи, но во все остальное, я в это только верю даже, то, что на них написано, я прочитать все равно не могу, то есть, в концовке, я полагаюсь на веру, а значит, я имею право подвергнуть сомнению все, это очень важно понимать, очень важно, любовь, она не требует, истина, она не требует доказательств, а факты, да, а любовь, свобода, бессмертие, для этого достаточно иметь глаза, уши, ручки с ножками, чтобы тактильное воздействие иметь, все, и ты все понимаешь, где добро, а где зло, где любовь, а где ненависть, где счастье, а где страдание, несчастье, все, поэтому я сам говорю, говорю о том, что я знаю истину, я ее познал, и эту истину всем благовесуя, вот это истинно, а это все, сам Господь говорил, все это в свое время сгорит, разрушится, насосится с этим, это никак не докажет, все эти экспертизы, они на самом деле, не истинность этой Бибели накажут, ну и те, кто пытается разоблачить, что вся история с 19 века, каких я тоже подобно, я в это мало лезу, честно, мне эти альтернативщики, тоже не сильно интересуют, потому что они точно так же, ни на чем, пытаются доказать обратное, точно так же, точно так же, во всем, в чем они укоряют, официальную так называемую историю, лживую, то они точно так же, на эти же грабли, можно все им то же самое предъявить, абсолютно, все зеркально, потому что у них альтернативная, но тоже история, и они на точно таких же, они сами порой приводят, они вот на какую-то, а вот такую книгу где-то нашли, а там другой написано, так тебе тему втыкнуть, а ты как докажешь, что эта книга истина, что ее нашли, что она где-то лежит, они точно так же говорят, сорока на хвосте принесла, вот это очень важно, поэтому, с одной стороны, мне хочется, чтобы вы и не верили, вот, все, вся Библия, это, знаете, есть золотой путь, еще в Ветхом Завете, Бог евреев, через Иисуса Навина, вел, каким путем, и все время говорил эту фразу, иди путем прямым, не уклоняясь ни налево, ни направо, вся Библия, любые источники, современное кино, чья-то проповедь, все, что вы потребляете, любую информацию, в любом виде, посредством любых вещей, средств, как угодно, материи, какой ярус, все, что вы в себя, в сердце кладете, вы все пропускаете, в ответе за все, вы сами, вы сами, истина для вас, только то, что сегодня для вас является истиной, просто все мы ответим за свои дела, и все мы пожинаем, то, что сей, это надо тоже прекрасно понимать, это закон бытия, поэтому человек, сей добро, и от добра своего пожнешь вечную жизнь, а сеющий в зло, в конце, ой, да тогда я там ешь, пи, веселись, ты такое говоришь, ой, для меня истин, то, что истин, да, только если ты чистым сердцем, открытым, алчущим, и жаждущим, стремишься к этой познанию, тебя Бог будет открывать, если ты будешь следовать шаг за шагом по этой истине, тебе будет все больше и больше открываться, ты все больше и больше утверждаться в том, что ты познал, и ты будешь идти к свету, и будешь обретать все больше и больше счастья, от знаний и от жизни, поистине, а если ты будешь знать и будешь противиться, ты чувствуешь, ты слышишь, от проповедника тебя обличают в грехе, а ты не идешь на покаяние, не меняешь свою жизнь, упорствуешь своим умом вот этом, ты сам с собой борешься, у тебя сердце говорит, это правильно, это добро, ты должен измениться, а мозги твои, говорит, да и пошло ты, сердце, сидеть молча, на месте, не дергаться, ты будешь страдать, во-первых, у тебя у самого раздвоение личности, у тебя ум и сердце не соединены, да, и все это аукнется в твоей жизни, вот так вот, и наоборот, поэтому, это никак не, это, потому что цепочка вот этих людей, она ложная, приведет не туда тоже, а, 10 свитков, подделка, значит, все подделки, а, все подделка, значит, все, что в них сказано, ложь, какая цепочка у них, все библейские события, которые описаны, ложь, а они не ложь, Бог сотворил небо и землю, сотворил, как сотворил, мы не знаем, там есть разные теории, есть ложь и правда, но Бог сотворил небо и землю, факт, факт, не потому что в Библии написано, это ежу, понятно, людей сотворил, сотворил, люди имеют свободу, и обладали бессмертием, которое потеряли, обладая свободой, избрать между добром и злом, имели, избрали они добро, нет, избрали зло, мы все его не раз с вами избирали, понимаем, что это не сказки, так и было, мы все с вами греховную жизнь прожили, мы все с вами перед покаянием жили хуже некуда, мы избрали покаянием, да, значит, история грехопадения после дна выравнивается, мы возвращаемся в рай, потом были призваны Богом в небесное царство, конечно, мы еще в раю были призваны, Иисус нас снова второй раз призвал, все похоже, все, что доброго, светлого к Иисусу можно приписать, приписываем, нет, выкидываем, это помойка, это ложь, это не соответствует истине, хоть весь мир вам будет кричать, что вы заблуждаетесь, если вы знаете, что это истина, если вы знаете, что это добро, следуйте за своим Богом, это ваш Бог, да, на сегодня это ваш Бог, следуйте за Ним, человек это то, что он есть, когда вы разрешитесь, откроется в то, что у вас есть, никто вас судить не будет, рядом никого не будет, вы не сможете, как Адам с Евой, тыкать друг на друга, на змея, каждый получил, вы помните, при грехопадении, при грехопадении, по делам своим, и мы точно так же, плюс это не Бог там будет кому-то что-то воздавать, это просто будет внутренняя наша природа, причем явившаяся еще во внешнем виде, как-то наружки, все это станет явно всем, ты был злым, ты будешь вонючим, ты обманывал, ты будешь кривым весь, да, ты был слабаком, и не пропалил истины, будешь и такой, ты был сильный, ты будешь штатный, все, это все будет видно, даже внешне на человеке, так что, вот так вот, вот так, на этом у меня все, я надеюсь, ролик вам был интересен, в чем-то немножко помог, что-то немножко открыл, все ссылки, какие я обещал, дать дам в описании, в закрепленном комментарии, если забуду, напишите в комментарии, чтобы я это сделал, у меня на этом все, желаю всем стояния в истине, кто в ней, кто ее познал, в ней возрастание, достигнув небесного царства, ну а кто не познал, желаю достичь ее поскорее, все, пока-пока, всех по-братски, целую, обнимаю, всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова